Всем доброго времени суток, с вами Сумрак и мы начинаем новую серию Яралаша, как сказал наш соклановец Саша Рекнак. А начнем мы с того, что вторая клана Война была также с резком проиграна, после чего было выгнано очень большое количество людей из клана. Пробовали. Сразу начну со своей атаки, неудачной. Свинки разбежали сами куда хотели. Пустил я одну для проверки, решил не вытаскивать планкастл. Одна из ошибок. Можно было вытянуть, и было бы все легче. Свинки шли и крушили, но разбежались слишком, шли по центру, хотя должны были и тест не сбить. Я думал, я вам просто сейчас покажу следующую свою атаку, такую же свинку. Вот вторая была ошибка, то, что кинул не с того же места, где уже рвануло. Не знаю почему, вообще я забыл про свинок в клан, в помощи клана. Естественно, в Бладракл же ничего сделать не могут в Перу, так как я их не докачал. Ну, такая вот война. Будем гореть за лёд. Как всегда, фейл. Я просто в военных событиях найду свою на три. Ну, для сравнения. Как по идее, тут... О, нет, это били меня. И тут били меня плотно. Выбил он специально домики строителей, бил спелкали природную, и будет нападать большим количеством драконов в СМС. Какое количество драконов нереально убить, на случайной обороне. База сместила. Будет так больше всего. Многих выкидать за ненадобных. Кто-то должен был сыграть. А я вам покажу, кто это. Не отыграл Константин, хотя он был. Дима слишком молод и горяч. До свидания. Донбасс удалён временно, пока уехал в командировку. Раме вампайр иностранец. Просто мы не можем с ним найти никаких взаимопониманий. Остальные, пожалуйста. Андрей единственное не отыграл. Я ему запретил. Не было смысла. Артёму уже не было смысла. В Фалкон был вопрос, почему нет воевал. Хотя я с ним общался. Все остальные... Ну и Поксом тоже не было смысла. Вражеский клан, кстати, тоже использовал не все свои атаки. Они могли выбить гораздо больше, но не выбили. Сразу говорю всем, видео, возможно, будет долгое, нудное. Простите за гундосость, болею. Никак не выздоровею. Нос забит, кашель горла и тому подобное. Начнём тогда со всех подряд фейлов. Если так интересно. Я могу разобрать каждую битву. В чём ошибка, допустим... Ах, это защита. Защита была у нас правильно растянутая по краям. Хотя на месте Саныча, если ты будешь смотреть, я бы построил бы внутренний круг с перемычками. Берёшь, плавусь сердце. Здесь, здесь. Ставишь ловушки. Потому что ловушки внешне стоящие бесполезны. Сделай их две или три. То есть, забери части забора. Поставь внутри. Сделай ловушки. Даже если они войдут, они ещё... Враги, как говорится, али улетят в космос очень гордо. Вот, смотрим Сашу Рекнака. Как он нападал. Не выбил ни одной звезды. По идее, правильно выманивает кланка. Но у них полностью, по-моему, все... Как вы были, все были луки на еду. Очень много. Одно странно. Вот. Вторая твоя ошибка. Убить они всех. Тогда только убей спеллком. Тянул сильно долго, собирал долго. Убиваются они очень легко. Пошёл со стороны ПВО. Всё верно. Надо было пойти, во-первых, более-менее по центру. Убиваешь ПВО. Уже надо было пустить хилку. Ты хилку не пускаешь. Ждёшь ещё чего-то, не знаю, чё. Говоришь, что не должны были полететь лечить. Они полетят лечить только тех, кто уже побитые. Поэтому надо кидать её заранее. А ну, видишь, ты потерял очень много гигантов. И они пошли. Луки, варвары, маги идут вокруг. У них всё подряд им фиолетово. Поэтому тебе надо хилку лечить обязательно гигов. По количеству войск. Сейчас посмотрим в конце. 15 гигантов мало. 16, лучше 18. Две хилки тогда бери. И луков бери минимум. Варваров 1-2, не 3. Бери ещё меньше. Это тебе на будущее, мой совет. Так, следующий у нас Серёжа, Биттер Свит. Победы я не буду комментировать. Алекс, Сумрак, Дима. Все три были звезды в начале выбиты. Посмотрим Биттер Свит. Серёжа. Ладно, я на индусский какой-то... Напали бемоны. Вот хорошо. Они не вышли, Серёжа. Зачем ты сразу кинул спелл? Их много. Попробуй вытяни. Надо было не сюда вытягивать. Вытянул бы вот сюда, возле казармы. Смотри, сколько ещё выйдет. Ребята, помните все? Гиганты, как говорится, беззащитные дети. Абсолютно не защищены. Они абсолютно не защищаются. Они идут. Их задача убивать защиту. Убивать защиту. Вот они тупо идут на Тесле. Их бьёт защита. Твоя ошибка. Исклон Касла. Выманил бы сюда. Одного бы Варвара поставил бы. Подождал, пока не дойдут все. Выкинул бы второго Варвара. Выкинул бы Лука. Потом бы обступил бы, выбил бы их. Или возле этой бюджетной. То есть пушка сюда не достаёт. Тогда бы уже заходил бы по центру. Вот, простите, меня филы нацепил. Со стороны ПВО. Всё как ты хочешь. Надо было выбить. Так ещё попростее. Убил бы ПВО, запустил бы тогда уже хит. Смотри. Дики дошли. Уже побитые, помятые. Половина сдохла. Фейл. Не знаю. Что ещё минуту ты ждал уже. Было нереально. Здесь можно было вот эту ещё выпить, скорее всего. Лагерь этот военный. Сюда бы не достал бы мать, сюда бы не достала бы пушка. Ну и всё, но всё равно к тебе не хватило. Ребята-сокладовцы, возможно, не спорю. Возможно, вы всё знали, как это делать. Я вам лишний раз хочу напомнить. Так. Я с Джули Вариану нападал. Смотрим повтор. Я решил сразу напасть на более-менее сразу вырвать. Вот это самое крепенькое. По сравнению с собой. Я вообще только перешёл на Техра-7. То есть у меня, можно сказать, воины в защите от их расшествия. Очень много луков, очень много варваров. Никогда бы не подумал, что они могут настолько действительно сопротивляться. Захожу, как всегда, со стороны воздушной обороны. Дабы убить воздушную. Гиганты, во-первых, обошли далеко. Пошли через центр. Хилка, как всегда, лечит не там, где надо. Здесь, как всегда, тупо не хватает времени. Самая главная ошибка моя и всех за то, что мы вставляем небольшое количество воинов в конце. То есть здесь, возможно, здесь, конечно, бы не помогло, но в другой ситуации очень помогает. Допустим, воина надо пустить на лабораторию или ещё куда-то, с какого-то края и пытаться добить там. Поэтому рекомендую держать 4 лука или пару магов. Лучше, конечно, луков. Маги жалко. Маги плотнее идут сами по себе. Поэтому какие-нибудь другие войска. И не берите с собой гоблинов. Может, несколько гоблинов, если вы видите, что со стороны какой-то определённой вы можете только оттуда пустить гоблина, который сможет выманить клан Кастл. По-другому гоблины бесполезны. Все, кто пользовался гоблинами, уже улетели из клана. Следующих могу тоже самое отправить. Здесь я своего брата Сашу Андрея отправлял атаковать. Защита только со стороны забора серьёзная. Вот видите, тоже не достаёт. Вот сюда надо пускать. Видишь, пришлось потратить мага. Выманить опять не всех, как всегда. Лучше бы пустил сюда парочку. Раз. Варвара, два варвара. Опять-таки, они промолинейно пока доходят. Рано пустил бомберов. Я всегда жду полёта от мордкиров. Его снаряд. Его снаряд. Не всегда получается. Не буду скрывать. Иногда так же торможу, люблю и тому подобное. Считаю, что в любую атаку, как на клан Варе, хоть в рандоме, больше шести стенобоев, фраги, бесполезно. Они разбередаются, разбегаются, бьют первые стены. Впрочем, действуют ненормально. То есть, пока руки здесь дошли, всех снесли. Забор крепкий тут. Очень тяжело бы нам было выбивать. Мы ещё не готовы, тем более... Да, надо было вместо лука, Саша. Очень много гигантов. Возьми двадцать. Возьми магов. Лучше шестнадцать, восемнадцать. Но сделай немножко луков. Два варвара и лука. Вместо десяти возьми шесть, четыре. Человека на восемь уже восемь. Восемь харь свободных будет. Возьми лучше две хилки. Сейчас посмотрим другой бой. Так, смотрим Сашу и Рекнака. Вторую атаку на две звезды. Могли он здесь три выбить. У них тоже интересная особенность. Они компонуют базы всегда в центре. И нет возможности на какое-то другое строение вытянуть войска. Саша, рано. Надо было ещё одного воина вытянуть. Чтоб они собрались более-менее в кучку. Это первая ошибка. Стелы боя правильно опустил. Луков тоже не разбрасывай так сильно. Держи. В небольшой области они сами потом разойдутся. И опять же оставьте несколько воинов, наконец, будет. Хотя спеллки нету. Хилку правильно опустил здесь, чем в прошлой битве. Конечно, недолго до ПВО было идти. Надо было Сашу и Рону всё-таки сделать мага. Хотя, наверное, у тебя ещё просто не вкачивать до третьего. Будешь смотреть, ирала аж поскольку. Послушаешь. Посмотришь сам за одну битву. Как оно будет идти. Третье, третье, третье. Да нет, я думаю, маги у тебя уже должны были быть третьи. Так, следующий у нас Васлов. Это Славик. Смотрим его ошибки. Фейлы. Весь клан фейловый клан, наверное. Шучу, конечно. Ещё опускают. Главное, здесь долго не ждать. Ага, здесь у тебя гоблины бегают. Зря. Сашу, как самый Славик. Надо было отпускать, тогда гоблинов здесь. Раз и два. Вообще, гоблин нет. Никому я рекомендую никаких гоблинов. Опять войска остались внутри. Второе. Надо уже было пускать гигантов. Пускать их отсюда. Заходить снизу вверх, прямо. Очень долго. И очень сильно защита их работает. Как ни странно, смотрите, сколько ещё защиты. С ними очень должно отправляться. Потому что их ещё прикрывают орудия. Наших же войск, ведь никто не прикрывает. С пленочки чуть-чуть, она была позже кинуть. Первую. Потом вторую. Всё, уже должна была хилка идти. И надо было пустить одну. А потом за вот этой бандой левой пустить вторую хилку. Видишь, она сдохла. А если подождал бы, может отсюда пустить. Смотрите, все войска запускаются, они идут к центру. С любой точки к центру. Они не идут вот так вот. Они пытаются поначалу идти к какой-то своей цели. Какой не идут. Хилка же то же самое. Бежит, кричит, спешит. Вот, а полечит. Наши хилку. Смотрите, какие вам они. Крылатая мать. Пускайте её где-то сбоку. Пусть долетает, пусть залетает. Смотрите, опять же, говорила. Оставьте несколько воинов. Вот просираешь ты. 46%. Было бы у тебя, к примеру, 6 луков. Ты бы вот поставил бы здесь, когда уже прошли эти толстожопые мамонты, блин, которые гиганты, танки, грёбаные веники. Ты бы поставил здесь лучков бы, или мага одного, и два лука. Они бы спокойно тебе добили до одной звезды. Бляха-муха, каждая звезда важна. Значит, дальнейшее. Ну, Алекс и Сумрак, это мы пробовали других атаковать, нет смысла. Я, это, который я вам в самом начале показал, показал атаку. Рамик справился, там очень простая база. Твих, молодец, выбил. Адарша какого-то. Это на Костю. Сразу выбили три. Костя была очень плохая защита. Видео ты не посмотришь. Это наш товарищ из Краматорска, который уехал в Россию на работу. Непонятно на что. Так, Артёмка. Смотрим, Артём, в чём причина. Артём, советую тоже посмотреть видео. Послушать. Так. Это второе нападение, да? Ну, зачем вот тянуть сюда? А тяните вправо, где строение. Вот сюда. Или вот сюда. В угол. Вроде бы технически правильно. Ну, смотрите, сколько воинов. Соберите в кучку. Вы же нападали, уже зная, кто стоит на защите здесь, Артём. Тоже был посмотреть, что здесь есть бомба. Тоже был взять вполнееносное заклинание и просто выбить их. Вот это вот, зачем ты зашёл со второй стороны, Артём? Не заходим с двух сторон. Ты не сможешь тех и тех лечить. Это бесполезно выкинутые воины. Не делай так. Заходите всей толпой. Гиганты должны идти толпой. Вот смотри, что эти гиганты смогли сделать. Еле-еле войти и даже не выбить пушку. Еле-еле выбили. Зашли бы они все уже давно здесь продрали и всё. И прошли бы давным-давнём. Если две ПВОшки есть, запускайте по одной хилке. Одну выбили, запустили. Пусть идут до второй. Убили вторую, когда запустили вторую. Видишь, как тоже гиганты. Прошли прямо. Не захотели пушку бить. А надо было бить. Говорю, держите воинов. Запоминайте, держим несколько воинов под конец. Ни черта они сейчас бы не решили. Их убивают гораздо раньше. Не убивают только толстозадых. Десять варваров. Фейл. Два. Максимум два. Шесть мало. Двадцать четыре. Это с учётом, наверное, эссета отсюда. Ну, я буду в общем говорить, что если брать просто двадцать четыре, это много. Двадцать. Шесть магов. Мало. Бери больше. Я понимаю, что у тебя не четвёртые, но всё равно бери больше. Да-да, не бери вообще десять варваров. Они нахрен не надо. Второй момент. Где твоя третья банка? Так, большой вопрос к тебе, Артём. Я вижу только две банки. Где третья? Почему ты без третьей банки пошёл в атаку? Это залёт. Так, Саша Поксон. То же самое. Большие претензии вообще к тебе по игре. Ты не слушаешь по защите, как выставлять. Ты не слушаешь рекомендации. Не выманил клан Кастры. Сразу пошёл в атаку. Так у нас только ходит Дима, который, блин, исчез в Мариуполь. На храпом пускает всю толпу и на авось. Саша Поксон, если будешь смотреть видео, следующий твой клан варм с варварами, я таки. Просто до свидания. И каждому, красавица это каждого. Если будет такая толпа гоблинов, до свидания. Делать такому человеку нечего. Его войско еле-еле душа в теле. С таким очень непрокаченным ТХ-7, только-только перешедшим. Это ТХ-6. По идее, его ТХ-6 должны были перейти, пройти тут как можно по маслу. Десять гоблинов. Какого хрена они здесь делают? Двадцать один лук. Многовато. Пятнадцать, шестнадцать хватит. Просто вот сами можете видеть, как нас лупили в конце. Одна там отбита, атака, всё остальное. Выбивали, 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 выбивали. Плотно выбивали. Саныча отбита атака. Васлова отбита. Не смог сделать ничего. Это уже наши пробы. Здесь выбивали. Кирилла две, Кирилла одну смог выбить. Я здесь что-то как всегда не успеваю со Стига. Из Джули, с Андрея. Сейчас, ребятки. Единственное, я ещё расскажу, в общем, по клану. Кстати, вылез я в Хрустальную Лигу. Очень плотно здесь. Теперь сидеть надо. Вот так вот, как я выставил ТХ таких. Сейчас практически в Хрустальной не встретишь. Никому не советую туда залазить. Покажу вам просто, что осталось от клана. Взяли мы какого-то Сержа, неизвестного паренька. Молчаливый. Был один день. Сам продонатил. И сидит очень тихо. Осталось 17 человек. Докачиваем. Сан Саныча, Алекса, Сумрака, Рэкнака. ДТХ-7. Больше клан не принимает никого с 6-ым ТХ. Седьмой и выше. Невозможно играть, потому что мы недокачаны. Абсолютно недокачаны. Вот просто глянем базу Полксона. Полксон, будешь смотреть? Это писец, я тебе говорю. Я очень хочу матом высказаться. Потому что это не база, блин. Это кусок говна, блядь. Говорю тебе прямым текстом. Ни в пизду, ни в Красную Армию, блядь. Дай бог, чтобы это видео не запороли на Ютубе за мата. Крепость клана, блядь. В одной жопе стоит, воздушка в другой жопе. Ты шо, блядь. Какого тебе, блин, хера, блин, золотохранилища, блин, охранять? Эликсира хранилища? Ты шо там, блин, сейчас? Дохера у тебя средств? Дохера у тебя украдут на КВ, блядь? У кого увижу, блин, хранилища в центре карты? Тоже писец, ребята. Давай, до свидания называется. Все сбил в кучу. Блядь, да растяни ты по углам, блин. Некоторые строения, похер какие, не обязательно это будет хижина строителя. Любое туда строение. Да те же самые эликсира хранилища. По углам растяни и все. Каждому объяснять надо в видео, блин. Времени не хватит. Уже 22 минуты сижу тут вам, строчу, блин, пулеметом. Ну это подполсон. Последнее китайское предупреждение. Дальше писец будет. До свидания. Нахрен мне трепать нервы. Нервотрепателей я уже выгнал. Ты, лично ты, следующий. И твих, Илья. Очень долго тупил. Страшно. Сейчас я переключу на него. Долго он мне доказывал, что перейдя на ТХ-7, я там бля-бля-бля построю. Илья, будешь смотреть видео. Я тебе просто черным по белому писал. Место золото хранилища всунуть как можно дальше ПВО к центру. Чтобы оно занимало центр. Центральную часть защищало. Что ты его с краю смотри. Только вошли и его сразу убили. Мгновенно сдохло. Вот это и то хорошо стоит. Так лучше бы ты их местами даже поменял. Это первоуровневая закрывает почти всю базу, блин. Наконец-то в центр ты вставил крепость клана. Видишь, как ее тяжело тянуть. А если бы она стояла вот как вот так вот по центру, блин. Вообще бы хрен бы кто достал бы сюда. Остальной претензий нет, Ильюха. Давай. Надо качаться. Надо всем подниматься выше. Давайте просто бегло пробежимся. Сейчас по базам посмотрим. Начиная от первого Кирилла. Ребята, кстати, всем надо будет в дальнейшем антихоговскую базу строить. Это значит противосвинячую. Как, допустим, вот у Кирилла в одном месте стоит большая бомба. Но таких дыр должно быть гораздо больше. Чтобы противник уже боялся свинками нападать. Только так. Вот у меня то же самое. Пока ни хрена не антихоговская. База. Заборы я докачиваю и тому подобное. То есть тут только углы и внутри закрывает. Тут стояла, кстати, бомба. Я ее сюда перенес. То есть закрыл три угла. Специально вот место одно оставалось. Думаю, если побегут отсюда, будем так перекрывать. Брату то же самое писал. Александр, слушаешь меня? Надеюсь, смотришь видео. У тебя есть с кусками забора, которые вкачиваешься. То есть ты улучшаешь их у себя на базе на основной. Здесь они вылазят как вот в лес неизвестно откуда. Блин, как посадка сама по себе. Но возьми, пособирай их. Ребята, кстати, всех касается. Каждую точку соединения. Раз, два уголок. Там три, четыре. То есть каждый стык. Каждое войско, подходя к забору, никогда сейчас практически очень редко бьет посередине. Бьет сразу между, чтобы зайти и сюда, и сюда. Чем толще, говорится, забор будет по этим точкам, тем сложнее будет зайти. Простая математика, простая арифметика. Константин, давай, до свидания. Мне пофиг. Что тут у тебя за база уже? Стиг, типа сам себе. Посмотрите, что я делал. Специально перекрывал каждую точку. Специально не делал какую-то полосочку, которая ни к чему вообще не приведет. Я закрыл основную часть специально. Меня так и не выбили на три звезды. Давайте проверим. У меня пятая, четвертая ПВО. То есть план такой. Отсюда они не пойдут, потому что долго. Или слева, справа заходят. Но здесь две линии забора. Они думают, там бомбы стоят, но их там нету. Поэтому бьет он со всех сторон. Это задумка первая. Растянуть войско. Чтобы они долго били вокруг базу. Время идет. Время это очень важная вещь в нашей игре. Три минуты. Нифига не хватает. Очень часто я влетаю из-за этих трех минут. Войско идет. Войско не успевает. Буквально полсекунды бывает даже не хватало. В общем, вот он бьет, бьет, бьет. Запускает большую банку гигантов, бомберов. Бомберы бегут. Кстати, ты смотришь сюда. У противников бомберы правильно бегают. Три минуты никогда не во футер не бегут. Не только внешнюю стену. Вот он, посмотрите в работе 5-е ПВО. Очень много драконов сняло. Очень много. Его ошибка. Выбил бы он вот это 5-е мое ПВО с пелками, тремя. Зашел бы гигантами отсюда, слева направо. Выбил бы три звезды. Он думал, ого, четыре дракончика, блин. Как он их легко, меня побьют. Не тут-то было. Так, ушедших из клана я пролистываю. Нехрен на них смотреть. Это Андрюсик. Временный наш глава. Клана был. Тут же, Андрей, претензии были. Будешь смотреть видео, надеюсь. ПВОшки отлично докачал. Вот это залет. Не знаю, как ее, куда ее масти. Вместо короля. Нехрен тут королю делать. Вообще, в любую сторону этого короля. Ты себе сделал вот такие два куска. Лучше бы ты вместо этих двух кусков бы сделал бы где-нибудь такую часть забора. Вытянул бы часть туда военных сооружений. И поставил бы крепость клана. У них придурки. Вот даже посмотрим реплей. Как нападали они. По-моему, тут даже начихать. Вот, пожалуйста. Выбивает. Одной молнией, второй молнией. По-моему, две. ПВОшечку запускает. Первых драков. Первые драки очень-очень слабые. Решил с линками добить ПВОшку наверняка. Хотя, наконец-то, он думал о следующем видео. Вот, пожалуйста. Подведем действие. Всего лишь четвертое ПВО. И первые драки уже дохнут. И прошу дробь до пыта четвертой. А пятой, канала с мультика, обязательно шестой. Ну, теперь, до кончик просто не успевает по времени. Тем более, он один остался. А вот, еще чуть-чуть бы, и уже все. Вот, Андрюша, тебе такой плюсик. Только за то, что я прокачан на ПВО. Но минус, потому что кланкастов стоит неправильно. Так, Артемка Халк. Прикольный. Движемся. Прикольно уже качаешь. Претензия ПВО. Ты это знаешь. Все это не критично. Надо улучшаться. Ну, заборы бы я так не делал. Смотри. Поставил ты ПВО здесь. Забери вот эту линию забора над королем. Темную. И сделай все здесь темное. Извините за выражение. Пусть мучаются, когда идут. К чему ты сделал вот эти три линии забора к центру? Здесь две. Одна хила, одна нормальная. Нахрена здесь три. Тут даже можно считать, король прикрывает. Король хорошо стоит. Хорошо кланкастов поставил. Возьми чутка, оттяни. Вот смотри. Оттянул бы сейчас лабораторию ниже. И кланкастов вообще бы не выманил никак. То есть только гигантом выманивая. Сейчас глянем тоже повтор. Как тебя били? Сразу устояли. А, он забил хренлин. И погнал сразу драками вторыми. Эп, четвертая полуошка. Очень тяжело бить вторых. Или даже это третьи драки. Даже не знаю. Простите, еще не разбираюсь. И драконовод я ниже разложу. Дракончики упасут только так. Стоит за четвертая. Видишь, а это мелкая полуошка. Абсолютно ничего именно не может сделать. Тесла взял. Тоже не успел увидеть первая, не вторая. Вот. Драками сносится это аж бегом. Выносится все это в хлам. Плюс драки быстрые, ребята. Вдобавок, допустим, останутся вот так вот по углам. Три домика строителя. Гиганты туда никогда в жизни не дойдут. Нет, вторые драки. Да, дорого. Но хотите побеждать, придется нападать драками. Так, далее у нас Фалкон идет. У Фалкона база тоже, будем говорить, начального уровня. Он у нас докачивается. Серега все знает. Буквально тоже перешел. Сереж, давай пока, наверное, если будешь смотреть видео. Шибко, забор. Не налягай на забор. Ты успеешь его вкачать потом. Сейчас нужно идти обязательно ПВОшки. Вторые это залет. Четвертые должны стоять минимум. Максимум обе пятые. Простите, насморк, не могу. Башня Колдуна, печаль. Обе печальные. Третьи мордиры вообще залет. В общем, не смей переходить с седьмого ТХ пока. Я тебе не дам добро. У тебя не вкачано толком никакое орудие. У тебя стоят фуфельные, извини за выражение, бомбы. Но зато одиннадцатое хранилище. Зачем? И глядя на два последних КВ, очень многие кланы, видя слабую защиту, сразу нападают драконами. Вот, Сережа, фалкон, посмотри. Четвертый мордир. Человек только перешел на седьмой ТХ. У тебя третий. У тебя печально. Не в обиду. Надо докачивать. Забор забором. Пусть лучше он фиолетовый будет, вот такой, малиновый. Вот просто вот. Сережа, бетерситом, били. Тут никаких сомнений нет. Бились они вообще первыми драконами. Если это лучков он поставил, в ладу. Просто воносит в плавку. Башня. Драконами. Они типа, да, передохнуты все. Девять драконов первого уровня. Если вот такая вот защита будет стоять, это не защита. Это ничего. Ну, сам себя, как говорится, не могу оскорблять, унижать и советовать. Нефиг тут советовать. Я как два или три дня только перешел на ТХ-7. Я уже успел пятый луки туда качать. Пушки до пятого успел вкачать. О, даже где-то и шестая была. Воздушку успел быстро до второй вкачать. И то две звезды. Не выбили три. Вот грамотно растянул. Как я считаю, извините за выражение. Грамотно. Тихий, Илья. Мы тебя уже смотрели. Благо и тебя на три не выбили. Вацлав. Слава. ПВО. Раз. Мортиры. Два. Башни колдуна. Кто ты знаешь, ребят. Не советую никогда натыкивать в одном месте. Пусть их клюнут по чуть-чуть. Клюнула бомба, добил лук. Клюнула кто-то еще. Добила пушка. Не совмайте. Никакого нет смысла. Если их тут два-три сейчас будет. Все лиц дохнут, да. Но бомба так нормально не отработает. Рами. До свидания. С такой базой. Вот, блядь. Чуваки. Вот ради интереса. Посмотрите. Извините, но это долбоеб. Вот просто чуваки. Даже вот зрители, которые будут смотреть. Которым в принципе похер. Уже 30 там какая-то минута идет. Потому что я чуть-чуть подрежу местами. Но это жесть. Вот строит иностранец. Его мышление. ПВО нету, блин. Ни черта нету, блин. Вот он все защищает. Все, что надо и не надо. Глянешь на вот эту анархию. Я уже заикаюсь, блин. Тут забор первого уровня. И второго. И четвертый. И хер поймешь, что это, блин, пацаны. Почему забор не малиновый уже, блин? Он золотой. Это называется бомж. Это башня колдуна первая. Вторая. Это башня колдуна. Нахер из клана, Саша. Я таких туземцев больше вообще не буду видеть. Хватит. Теперь будет жестко в клане. Останутся в клане, только будет играть. Так, полксану уже рассказали. Сан Саныч, а к тебе большие претензии, что ты у нас великий качатель шахт. Я понимаю, что они тебе нужны. Я думал, у тебя это качественное орудие. Ну, когда я посмотрел, на вот эти вот печальки, вот это пятая печалька, пятая, блин, Саныч, это тоже залет. Не должно быть. Не должно быть у тебя десятки стоять шахты. Я не имею в виду конкретно КВ. Я просто на КВ карте это смотрю. Нахер тебе десятые. Я на Джули зашел на седьмой ТХ, у меня десяток, по-моему, даже вообще нет, да и нет. Девятки, восьмерки. Заканчивай качать. Добывалки. Ты потратил сколько времени? Просто печальное количество времени. Саня, тебе я рассказывал, по-моему. ТВО. И вперед, вперед, вперед. А то я буду, как орущий командир в ВОД. Буду очень громко кричать. И со третьего забрали! И тому подобное. Вы просто не видите, что здесь происходит во время КВ. Я становлюсь очень нервно больным человеком. Рву и мечу. И второй, Алекс Сансадыч. Ты понял, как выставить. По одной добавляешь части забора и ловушку, пружинку. Пук! Две части забора, ловушка, пружинка. Слишком много. Вот это вот весь лишак, лишак. Тут можно было половину сэкономить. Зато более прикольнее натыкать здесь, внутри. Им дольше ходить. И вот это вот, ребята, всем, вот. Что я еще самое главное в конце хотел сказать. Вот это, извини за выражение, это параша, блядь. Вот это вот строение внутри квадратика, это параша. Ни одному воину и нахер не надо входить сюда. Вот за этот забор. Зайдет лук, маг. Только, извини за выражение, криворукие варвары и гиги. Потом, которые, возможно, будут лупиться через забор. Все остальное пробивается нафиг. Не вижу смысла закрывать этот забор другим цветом, плотным. Потому что будет бить лук и маг. Они не будут вообще заходить за этот забор. Или стройте дальше. Или вообще нахрен закрывать. Вот я просто сделал так, потому что здесь всунул еще крепость кланов в центре специально. Специально разделил секторами, чтобы дольше говнюкам было ходить по карте. И специально не сделал здесь ловушек. Вот, осталась лучшая атака у меня. Одна звезда. Ключу на максимум скорости. Вот чувачок растянул тоже. Взял гоблина. Нахрена, блин. Зашел в один сектор. Ну, вот хоть... Все, во второй они даже не зашли. Пожалуйста, посмотрите. Вот, вот, зашли сюда луки. И луки... Ну, там похер забор. Луки будут через забор бить. Это все несерьезно. Заборы надо заканчивать так строить. Вот так вот должен стоять таунхолл. Вокруг должны быть орудия. По-нормальному таунхолл надо прикрывать башнями колдуна. Если по-нормальному. То есть внутри должны башни колдуна стоять. Ну, не получается по-другому растянуть. Ладно, ребята, я и так затянул видео. Смешного мало. КВ не скоро. С таким количеством людей в клане, не докачанных, как мы. Постараемся сначала вытянуть основные войска. Потом постараемся в дальнейшем пойти на КВ. Если будет в этом смысл. И всем, кто смотрит. Крустальная лига хорошо. Бонус 50 черного. По 21 тысячи. Но тут такие ребята сидят. И я буквально зашел получить себе гемиков еще. Гемики мне не нужны. Мне опять строители, гемики я трачу. Лечить короля. Достроить какое-нибудь здание, строение. И тому подобное. Ребята, всем спасибо. Кто смог досидеть до конца. Дослушать этот Бред. Старого маразматика. Всем спасибо. Всем пока.